здравствуйте дорогие друзья многие из вас наверняка обращали внимание на красивые белые швы старинной кирпичной кладки даже если по роду деятельности или увлечений вы далеки от истории или строительства выглядит эта кладка просто великолепно белые швы очень гармонично смотрятся на фоне красных кирпичей и контрастирует с ними наверняка кто-то даже знает что эта кладка выполнена не на цементной она известковый раствор а как известно такая кладка на известь с годами только набирает прочность в то же время во многих старинных постройках мы можем видеть штробы закладные для балок перекрытия каналы дымоходов различные технологические отверстия ниши окна и даже двери выбитые уже в готовой стене сам факт того что со временем у владельцев зданий появляются новые потребности или у зданий появляются новые владельцы которые задумали перепланировку этот факт не является чем-то экстраординарным нас интересует другое почему эти каналы не сделали сразу при строительстве одолбили потом например дымоходы печей старинных храмах неужели когда строили храм архитектор не знал что зима близко и вот задав такой вопрос экскурсоводу или представителям официальной истории имеющим научную степень мы услышим три варианта происхождения пробитых каналов стенах 1 при возведении стен забыли сделать технологический канал поэтому и долбили его после 2 сначала построили здание а потом в готовой стене пробивали якобы так проще и быстрее 3 перепланировка здания например из холодного храма в теплый что же очередной вызов строителям от официальных историков брошен тогда давайте разберемся с этим вопросом раз и навсегда что касается перепланировки то как я уже и говорил ранее такое вполне возможно и более того наличие пробитых домоходов как раз и говорит что была именно перепланировка то есть изначально отопление не предусматривалось всем желающим рассказать мне про так называемые холодные в кавычках и теплые храмы предлагаю сначала посмотреть фильм храм или не храм вот в чем вопрос из серии разрыв шаблонов и если после просмотра того фильма у вас останутся аргументы тогда можем и подискутировать что касается забыли сделать друзья это вообще не серьезно вот положа руку на сердце насколько это реально по вашему мнению что строят такие грандиозные красивые здания где каждый изгиб имеет значение и вдруг забыли сделать домоход ведь для того чтобы выкладывать такие узоры из кирпича нужно иметь план его раскладки причем для каждого ряда то есть понимаете в плане рассчитаны все размеры кирпичей толщина швов наклон каждого кирпича и угол среза а домоход забыли кем нужно быть чтобы придумать такую дичь на вопросе будто проще сначала построить а потом пробить готовой стене хотел бы остановиться подробнее дело в том что в только что построенный кирпичной стене подчеркиваю выложенный на известковом растворе продолбить что-либо нельзя в принципе так как процесс набора прочности у извести гораздо более медленный чем у гипса или цемента тут все дело в химии известковый раствор не просто высыхает в вкладке и на этом все заканчивается после испарения влаги начинается химическая реакция которая называется карбонизацией суть которой состоит в том что углекислый газ из воздуха вступает в реакцию с известью то есть с гидроксидом кальция и получается известняк кальций co3 зависимости от состава кладочного раствора и от окружающих условий скорость карбонизации меняется но она однозначно не происходит мгновенно поэтому выдолбить что-то в только что построена кирпичной стене на известковом растворе просто не получится получится выбить кирпичи целиком или развалить стену по отдельным кирпичкам вот это запросто сама по себе кладочная известковая смесь обладает большой прочностью и хорошей адгезией то есть прилипчивостью кирпичу но известь очень медленно набирает эту прочность например в месячном возрасте из висковый раствор набирает прочности на сжатие всего 0,7 тире одна целая мегапаскаля даже сравнением не буду делать так как это но очень мало вообще ни о чем минимальная расчетная прочность из вискового раствора набирается только через три года а то и более в зависимости от состава раствора толщины стены и внешних условий а затем на протяжении десятков и сотен лет из висковый раствор все еще продолжает набирать прочность превращаясь камень именно поэтому и говорят что стена на из висковом растворе только крепчая с годами но суть тут в том что сразу после постройки здания даже если якобы забыли сделать технологические проемы именно выдолбить их во вновь возведенных стенах просто невозможно кирпичи будут вываливаться целиком в такой ситуации как раз проще сделать проем красивым и без сколов пока еще кладочный раствор не набрал прочности если уж действительно забыли его сделать или план поменялся по ходу стройки но в этом случае придется перекладывать частины но тогда стена или технологический проем опять-таки получится красивым однако в реальности мы зачастую видим что все проемы и дымоходы именно выдолблены и кирпичи при этом раскрошены изнутри отверстия или имеют сколотые края это говорит нам о том что кладочный раствор уже успел набрать прочность при которой кирпичи уже не вываливаются их приходится разбивать прямо в стене чтобы сделать отверстие или канал а теперь друзья попробуйте представить эту ситуацию на практике когда построили здание целиком а потом ждут три года а при более толстых стенах и того дольше пока эти стены наберут прочность чтобы грубо выдолбить в них технологические проемы которые якобы забыли или якобы проще выбивать по готовому естественно так никто не станет делать в официальной информации по многим храмовым постройкам их вообще строили за год поэтому гораздо логичнее обустроить все технологические проемы сразу во время постройки стен что собственно и делали вот на этом фото мы видим штробу для связки стен и эту штробу делали сразу при постройке колокольни могли не забыли таким образом выдолблены и штробы и дымоходы в старинных стенах на известковом растворе как раз и говорят о том что между возведением стен и долбежки прошли годы если не десятилетия стены метровой толщины по прошествии многих десятков лет после постройки позволяли сделать такую переделку как пробивка дымохода без ущерба для несущей способности здания а за счет приличной толщины такая стена сама по себе обладает повышенной прочностью правда набирала на ее очень долго и по нашему мнению единственная причина из-за которой потребовалась такая переделка зданий как пробивание дымоходов это смена климата начались зимы стало холодно и здание изначально построенные как летние потребовалось сделать пригодными для эксплуатации зимой для этого в них стали размещать печи для отопления о стенах пробивать дымоходы друзья кому интересно узнать больше про известь и химические реакции в ней при затвердевании то в описании под фильмом находится дополнительный материал а я на этом с вами не прощаюсь самое интересное еще впереди всего вам доброго до скорых встреч